друзья всех приветствую сегодняшнем видео мы будем подготавливать полы к облицовке но для начала по всему периметру стен обработаем края фундамента он каким-то образом оказался вровень со стяжкой промажем все гидроизоляцией и после полного высыхания приступим к выравниванию пола ровняем клеем чисто чтобы закрыть ямы при высыхании видно что пол был неровным после того как все высохло проходим полы водой и снимаем лишнее и Субтитры сделал DimaTorzok Таким образом всю поверхность пола мы доводим до идеала. Далее проходим пылесосом и грунтуем. После того как все высохло делаем разметку. В качестве фиксаторов будем использовать новую систему выравнивания плитки. Это система от Teller Expert и я впервые буду его тестировать. Ну и вот такие вот клинья. Подрезка слева будет того же размера, что и справа. То есть мы все строго центруем. Теперь приступаем к укладке. Гребенку использую 12 миллиметров. Это для того, чтобы не промазывать плитку. Сейчас мы проверим, что у нас получается. Без промазки. Заполняем где-то 90-95%. Я думаю это хороший результат. Для укладки керамогранита используем клей классом C2. Соорудили вот такую вот тачку для облегчения. Корыто у нас большое и неубиваемое. Так как изготовлены из особого материала. Да, кстати, у меня уже есть на канале обзор про это ведро. И ему уже больше года. А кто не видел, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Так как поверхность пола ровная и клей заводили чуть пожиже, виброприсоска не понадобилась. Вся плитка ложится четко. Объем работ где-то 140 квадратов. И нам удалось его сделать за столь короткое время. Если взять в общем, то чуть больше недели. Продолжение следует... После того, как все закончили и полы высохли, удаляем клинья. Сбиваются вроде легко и непринужденно. Где все же систему зажала плитка, ее можно срезать электростамеской. Новая система, в принципе, мне понравилась. Ну а кому будет интересна эта система, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. После окончания всех работ, приступаем к затирке. Данную затирку разбавляем не водой, а латексом. Единственный недостаток в нем, что затирать надо два раза. Так как на первый раз шов сильно проседает. Вымываем салфеткой из микрофибры. А вот и результат. Все остались довольны таким качеством. Прислали мне более обновленные клинья. И я обязательно проведу тест и сравнение с предыдущей версией. Но это все вы увидите в следующей части. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.